господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 766 события дня второзакония 1232 все что я заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляя к тому и не убавляет того юрий соболев спаси христос сейчас как раз смотрю ваш ролик с отцом и акимом про романа малыша вчера еще и собрание смотрел по этому вопросу что сказать все сказанные батюшкой вами совершенно верно и ясно занесло круто увы романа как видится а началось с плоской земли я когда первый раз про это от него услышал думал шутит не мог поверить что всерьез об этом можно думать 21 веке но как оказалось это лишь начало верхушка духовного айсберга была только молиться остается но и сейчас не верится что так быстро произошла такая разительная метаморфоза я говорю эпиграф стихотворение тут написала а горнем помышляйте а не о земном ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со христом в боге когда же явится христос жизнь ваша тогда и вы явитесь ним во славе колоссином 32 живые думают как знаем о живом смерть далека и будто не маящат но скоротечно все кусок не прожуем в ворота смерти от футболят мячик хотим или без нашего желания невзрачной изнанкой картина развернется так для чего ж из полымяда в пламя бесились усложняли оказалось просто земля и в землю вздумая живых любивший новое откроет супер новость все все оставить то к чему привык при спешном отступлении пришлось все бросить выходит думать будущее живым приходится о мертвом о самом себе земное не ценить она уйдет как дым задушенька придет нам ангел или без живые жив лишь верующий в бога при жизни примирившийся еговой и как не украшайся путь не дальше гроба душа оставить тело смертные оковы нам нужно думать только живом о воскресении поверивай иисуса богатым был имел с десяток жен до нитки был обобран с богатством не отпустят нам жизнь при жизни нужно обрести по слову божию прокладывать маршрут на землю посланные до вечера гостить но вызвать могут много раньше вдруг блажен кто жизнью встретился при жизни у силы пил из животворной чаши и в книгу жизни господом был вписан кому христос при жизни достучался смерть будет брошена в то озеро с огнем в котором от антихриста предтеще нам заповедано вести себя как днем перед весом создателя с ним проводить нам вечность 12 декабря пятого года ян 14 6 иисус сказал ему я есть им путь и истинной жизни никто не приходит к отцу как только через меня 1 коринфянам 14 45 так и написано первый человек адам стал душой и живущую а последний адам есть дух животворящий я эти стихотворения тут выставил один заходил мне учебу устроил как как правильно писать стихи сергей игнатов спаси христос и знаете тихонов за твои ежедневные наставления его исполнение того о чем должен проповедовать настоятель нашего прихода отец николай шипилов и формально существующий мой духовник отец александр шипилов помолитесь дорогой отец игнать о нашем вразумлении и жизни во христе вот шипилов шипилов как шипи сам с двух сторон терпи брат вот мне писала такой постойка я тут скатилась голубка туда пришлось убрать все что вы тут написали уча писать стихи истинно и безукоризненно но суть то в том что я эти проповеди стихах то не считаю стихами и отнюдь я не поэт и уже с десяток лет не пишу ни строчки написано и сохранилась за 9 лет три тысячи четыреста шестьдесят семь по девять куплетов четырех строчных таких проповедей в стихотворной форме это сверстно в 4 тома по 800 страниц каждый и напротив каждой строчки часто указано место из святой библии откуда эта мысль взята а вот часть моих проповедей в стихотворной форме которая положена на музыку и поются здесь же вот дальше я проведу посмотрите здесь немного там 12 что ли вот которые мы на моей эти проповеди стихах затормозите сразу увидите вот это опять же повторение получилось видите как вот я ему дальше сказал стихотворение бог пользуется в деле самым малым заброшенным ненужным завалящим не важно ищего из дерева из стали одна копейка в банке или целый ящик но это малая попав в пастущую сумку пристроившись в прощу мальчонки псалмопевца уже во лбу врагов готовит лунку пшениченко течет из плена тестом малюсенькие капельки дождя такие глыбы размягчают в поле слезинки и сиротинки до неба долетят в руки отважные женщины ракеты чудо колья напрасно христианами враги пренебрегают их мало за себя не постоят но вот уж их дивизии бригады позорный крест над скалами маяк такие незначительные люди незнатно неизвестны в оковах растет и ширится из галилеи чудо победное божественное слово что значит проповедь о плотнике распятом и понесли ее с десяток рыбаков для иностранца вдруг заговорили внятно и слушатели бросили в огонь своих богов христианин с иисусом ты всюду не один великой немощи всегда христова сила из уст у агнца меч и огонь и дым сгорают ленины нейроны и аттилы перебираю четки по утрам высказываем тайное желание а сырости слезы с грибной головкой храм мой враг на водопой пришел не львом а ланью каким бы ты себя несчастным не считал до праха малосильным убогим бесталанным пастушья палка жезл пробьет утробу скал пустой сосуд с рассветом наполнишь чудной манной 8 июня 2003 года оглядывается стоит и почаще особенно глухому в темноте увидишь храме из кармана тащит что не припрятал то на чем карпел назад не озирайся что оставил в развратном прошлом гибнущем содоме на вожделение закрыты веки ставни каким пропащим был об этом помни не вспоминай своих заслуг великих опочивая сном на прошлых лаврах парализующие прежние улики расстрабляют ум на ранах старых прошедшие прощенное иисусом он бросил захребет свой и забыл каноны вехи в обновленном курсе таланты в дело но не нараспыл не озирайся что оставил бросил пожертвовал так много и гови не задавай ненужные вопросы довольствуйся избегнул малой кровью припомни сколько раз погибель тебя подстерегала в подворотне как прошептал испуганно молитву перекрестился леденело потный спаситель наш создатель наблюдал на прошлое в испуге озираюсь да вот теперь как раз тот час настал христа прославить за любовь и жалость наш плуг прямую борозду ведет скрывая за вчерашним горизонтом все беды не обдумать наперед и в каждый день неопытно с просонок что не скажу так часто не в попад не к месту не во время не по вкусу задел свидетельствами пископа папа да угодить бы только иисусу 2 сентября 2003 года евгений китаев пишет это он как раз учит меня как правильно стихи писать дело в том что он правильно учит но я не стихи пишу у меня нет ни одного поправленного слова ли что-то 3467 это понимаете по 500 листов под продают когда бумагу там это 77 пачек от верха до низа 36 строчек своей рукой писал конечно же господу и мало угодно тут нет возражения но если способен на больше то почему бы не попробуйте это не столько богу нужно сколько и себе самому тут саморазвитие дело что несомненно угодно и богу понимаете в чем дело вы пишете что не являетесь поэтом однако же поэзией занимаетесь тот к началу же не начинающий а в любом деле определенно есть аспект мастерства мастерство необходимо в иконописи строительстве храмов игре на музыкальных инструментах вы ведь не пишете симфонии то не его ли не ваять из культуры но вполне известным по вполне известным понятным причинам то есть ничего мне этого нет на это таланта но работа над поэтическим словом не проще это ведь только кажется что взял ручку бумагу и написал чего-то в писании стихов вы несомненно достигли я об этом уже писал ваше право остановиться или двигаться дальше но только если желание и способности слове искусство корень искус я всегда об этом помню положить на музыку и красиво спеть может все что угодно ансамбль бониям например довольно шустро спел название месяцев а если другое вечное все же мне кажется что у вас есть творческий потенциал и энергии не занимать артур алёхин здравствуйте игнатий тихонович помните самое первое видео которое снимала вас там на данный момент собралось очень много комментариев триста пятнадцать на данную минуту комментариев триста пятнадцать если вам это интересно вы могли бы в одном из своих роликов прокомментировать все то что пишут люди в вашу сторону и о вашей общине на всякий случай оставлю вам ссылку я отвечаю как можно комментировать свалку помойную только обойти ее стороной а если хочет чтобы миазмы нечисти не заражали окрестности можно и нужно узнать кто же хозяин этой территории спросить его почему он считается хозяином этого участка так захламился есть же службы которые вывозят за город подобное сокровище в кавычках и там сжигают зарывают подобное обычно там стаи коршунов и прочих падальщиков питаются только что на днях я попросил никиту помочь узнать сколько же было заблокировано на нашем видеоканале матерщинников и хулители истины оказалось что два полка три тысячи двести мерзавцев теперь посмотрел 3500 разве мало свинство повсюду чтобы еще и на наших ресурсах гадили подобные нелюди еще добавлялось для отравления глаз ушей всех органов найдите хозяина этого ролика и проведите инспекцию очистите его от гадостей и сквернословов и не наблюдайте со стороны сколько падали к вам за забор накидали человека бесы мало ли какие свиньи считались а наш забор хотя бы к празднику можешь это стереть отмыть забор закрасить и смывая краской галина михаи леди мир вам добрый вечер игнатий тихонович скажите пожалуйста племянницу хотели покрестить то но будущее крестная тетя малышки то не сможет приехать на крещение можно без крестной крестить и или нет тетя родная малышки спасти христос еще один вопрос давненько заметил у вас дома на дверном проеме так красные ленточки висят кстати у меня на двери висит красная повязка или поверье из какой-то ответьте к чему это спаси христос вот они у меня висят отвечаю про это спросите тамошнего крестителя можно все равно никакой роли эти креста не имеет так для близирую все это а красные ленточки это просто тряпочки они мне нужны привязать на молотки щипцы топоры топоры чтобы они в траве не потерялись иногда из них пришиваю вместо колечек голубям на ножке чтобы знать что это мои голуби и вот еще интересное сегодня получил известия мир вам игнатий тихонович пишет вам ирма если помнить из испании ну конечно помню и хвалюсь по сей день вчера посмотрела ваш ролик называется елена швецова канонах роли женщины в храме за 12 января 2018 года она очень хотела трехтомник нового завета но мы так поняли что у нее трудности с деньгами если она еще не успела вам перевести деньги то мы вам переведем вы ей пошлите эти книги а если она уже перевела то может она хотела бы еще какие-то книги ваши можем оплатить за 3-4 книги так пошлите и тогда а мы за них заплатим а также вот интересно какие люди добрые но я сказал не нужно она уже выписала остальные потом какие нужно они купят пользуясь случаем хотим спросить много раз хотела позвонить по скайпу да и вопрос этот не поверь а можно сказать технически часто думаем про всю работу вложенную в книги видео и аудиоматериалы не дай бог все исчезло бы конечно вы и люди которые вам помогают делали много копий жесткого диска со всей этой информации но все в жизни бывает жесткие диски тоже ломаются стареют а также всякие вирусы и далее хранилище в ютубе тоже небезопасно на сто процентов вы не один раз говорили что нужны люди и в европе чтобы они поделали дублика от вашего сайта на свои серверы так мы поняли со всей информации чтобы не дай бог что-то случилось и закрыли ваши серверы в россии чтобы альтернатива других серверов насколько мы понимаем для этого нужно постоянно платить деньги и немалые потому на сегодняшний день мы этого поделать не можем и можно сказать нет смысла потому что все хорошо работают у вас но мы думаем если вы хотите так можем инвестировать деньги на покупку жестких дисков чтобы создать копию всего материала и его мы будем хранить у себя дома в испании если когда-нибудь была бы проблема с вашими серверами и люди не могли доходить до этих материалов тогда мы бы поделали новый сайт со всей информации или отправили вам эти диски для всей информации видео аудио и так далее что если что поступает новое то по нашим подсчетам на сегодняшний день достаточно 20-30 терабайтов это где-то 1000 евро три диска по 10 терабайт и они по 310 евро за диск 310 евро за диск ужас но умножь это на 65 хотя бы это невозможно даже сказать вы переслали деньги вы бы купили эти диски поделали копии со своих и прислали нам записаны все потому что по интернету пересылать такое огромное количество информации занял бы очень много времени и так же мы живем в горах и у нас интернет только спутниковый который нам стоит 80 евро в месяц а то в месяц они платят но возьмем даже 60 или там 77 8 56 это в месяц пять тысяч шестьсот это и в 11 раз дороже нашего у него есть еще лимит на данные чтобы они перекачивали себя ну конечно если бы не стоило ни копейки как вот у нас здесь то можно было прислать им дать разрешение вернее сделайте диски у себя эти не пересылать не на так может потерять и проще сами не покупайте никогда я уже не один раз наказывал это а потом когда уже будет вся информация у нас и нужно будет только докачивать каждый день уже новую информацию так может будет и по интернету но это все нужно обсудить с людьми кто у вас этим занимается и конечно еще раз повторю если вам это интересно деньгами у нас не очень хорошо но для такого дела деньги найдем так как нельзя позволить ни малейшие возможности что может пропасть все все ваши видео по скайпу и так далее вот такие у нас мысли то подумайте надо ли вам это и скажите вы или дайте контакт людей с кем это все можно обсудить спаси христос фирма вот сделали уже и контакт дали я повестил утром я повестил семь или десять человек получили от меня эти что думайте думайте из америки один уже пишет что это вы случайно мне поставили или думать 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 надо андрея и сергея все думайте я это сделать не могу у меня очень слабо работает кто может снимать быстро мне как-то одни позвонили а я им скинул свои ресурсы они буквально дня два прошло звонят я говорю вы сначала просмотрите ангата мы скачали как все скачали да ну знаете даже посмотреть некогда будет не то что скачать да вы просто играть не знаете какие есть еще способы но так верить не верить а эти у нас если как качать кто она думает сейчас уже девять тысяч триста роликов 9000 и ролики разные конечно сегодня выставляют 11 3 подряд идут по 2 часа 10 минут каждый ролик 2 часа 10 минут рональдо пишет один час назад приветствую вас братья я из грузии недавно начал смотреть ваш канал все очень понравилось хочу вам и игнатий тихонович пожелать крепкого здоровья и божьих благословений пусть господ охраняет и оберегает вас и все братьев и сестер которые находятся рядом с вами ну и благодарю вас кто пишет добрый плотник добрый вечер на тихонович благодарю бога за вас за увещание во свете библии за проникновенные стихи для меня честь принимать от вас слово божье там свет там потушил насчет не понимаешь что ли ну за подуши свет то и болоте он тоже видишь глупости творят голубь залетел туда и начинает его гонять все она уже здесь совершенно не умеет обращаться нести с они животными выговор вам даю за это ну запусти шторку того ты больше на не залетит лично на и выбросил еще у вас есть собирайте мои голуби тут порядок наводит скажет ругает их я отвечаю не случайно высушить мнение послал по поводу переслана вам письма тирмы вы наверное случайно его мне направили то отправили или хотели бы услышать мое мнение я говорю не случайно высушить мнение исаи 46 10 я возвещаю от начала что будет в конце и древних времен то что еще не сделалось говорю мой совет состоится и все что мне угодно я сделаю притча 15 22 без совета предприятия расстроятся а при множестве советников они состоятся какой-то владимир пишет уважаемый гнатий тихонович дайте пожалуйста свои комментарии по делу глеба грозовского если найдете для это время есть показания трех потерпевших девочек мне их очень жаль этих девочек в детстве в пионерском лагере ко мне тоже приставал маньяк физкультурник секса не было к счастью спас слава господу но я боялся признаться родителям верю девочкам с глубоким уважением владимир скажите ваше слово с какими вопросами обращаются я сегодня встал в два часа ночи а сейчас у нас вот уже 6 27 помолились только я уже не ложился все уложусь пораньше я отвечаю если верить и девочкам то зачем же мое мнение веру вашу отнимать мне мое мнение тут ничего не решает но когда его арестовали я тут же признал всех молиться чтобы было все по-божьему и его воля святая да будет боже в самом начале фильма адвокат дьявола как раз по такому же делал же свидетельствует школьница если вы верующий христианин то вспомните за что был арестован и сидел в тюрьме прекрасный иосиф сын якого за попытку изнасиловать жену своего хозяина потифара бытие 39 14 кликло домашних своих и сказала им так смотрите посмотрите он привел к нам евреи ругаться над нами он пришел ко мне чтобы лечь со мною но я закричала громким голосом и он услышал что я подняла вопль и закричала оставил у меня одежду своей ты побежал и выбежал вон что касается конкретно о гребе в отце гребе грозовском знает только бог и он он имел дело не только с детьми но и участвовал каких-то проектах по реабилитации наркозависимых и подобных им он занимался с детьми играл с ними футбол во всем этом задействованы были большие суммы денег как теперь могут сказать что он подставился ситуация вокруг него мне понятно более чем тем кто никак не связан с детьми будущий создателем детского православного лагеря стана трудового лагеря стана православного его начальником 45 лет а тут глебу даже стойка лет то нет еще мне пришлось испытать очень сильное давление со стороны недругов они объединялись и нападали клеветали и только в одном номере московский комсомолец на алтае они допустили 47 клевет а обвинения были самые невероятные кроме обвинения по которому осужден отец глеб мне пришлось много судиться с ними и выиграть все процессы до единого за меня молились почти по всему миру и бог дал хороших судей что почти невероятно в наше время после судов которые вынесли постановление заплатить за подрыв репутации и прочее опубликовать опровержение показать по телевидению они продолжали сопротивляться пришлось обратиться к прокурору москвы оттуда пришлось впротив них до конфискации всей аппаратуры и они сразу заплатили и вынудили их рассчитаться и после этого начался невиданный разгром над главными инициаторами гонения лжи лучшую журналисты мк на алтае сам ильсап александр писавший пасквили был найден мертвым подполковник милиции дружинин геннадий петрович скоропостижно скончался от инсульта ставившие фильмы против были наказаны запретом касаться религиозной тематики другие просто бежали из барнаула их не могли вытащить суд коалиция была из непростых это законодательное собрание алтайского края какие-то профессора еврейская организация в нср кпрф гтрк алтай прокуратура края следователи милиции лжесвидетели и многие другие лжесвидетели и суды кончились буквально триумфально все было разгромлено и превращено в прах на защиту бог выставил прокурора края пороскуна юрия педоровича всех родителей да и диновичьи дети были в лагере и молитвенников с разных стран все это описано в наших книгах открытым оком а могло быть все иначе божья милость покрыла меня защитила и удивила всех врагов чуть не сказал удавила поэтому об отце глебе я ничего не могу сказать а только молиться когда-то его спрашивали кто же такой лапкин он ответил нечто уклончивое и без поношения но в любом случае я верю что бог слышит наши молитвы и сделает так чтобы человек сей не погиб богу нашему слава анастасия ревека пишет Игнатий Тихонович если у вас будет время и желание просьба помолиться обо мне дабы господь давал мне мудрость со мной сейчас живет сын моей старшей сестры Николай моя душа болит о нем желаю его спасения ему 9 лет я удивляюсь сколько гадости может быть в ребенке-то невоспитываемом во Христе он крещен не знаю как я не знаю как апостолы обращали тысячи людей к Богу у меня ни одного не получается воистину это действие всемогущего или я многого хочу или я мало делаю или же всему свое время дай Бог я Владимир отвечаю Владимир дорогой а Владимир мне пишет Игнатий Тихонович молюсь со всеми но не могу зайти на общий чат чтобы слышать всех вас и себя в молитве помогите как это сделать извините за беспокойство то есть я ему сказал заходи сейчас да нет никак я второй раз опять говорю заходи сейчас по сайту поговорим он уже погасил зелененького огонька нету что это означает не знаю но он написал я не провокатор нет 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 я вот он как раз пишет вот его здесь даже фотографию Никита а фотографию то можно увеличить или нет его Игнатий Тихонович можете не отвечать привет всем братьям Никите Виктору Владимиру и всем всем батюшке не гневайтесь на меня это не провокация я православный принадлежу приходу спаси вас Господи вот эту фотографию увеличить нельзя незначительно а как ну правая кнопка личная данная так где это ниже вот вот да да еще а вот и все больше никак да а больше никак ну вот его видать бритый ну не знаю еще но однако вот так Петербург Россия телефон добавить русский язык ну ладно да благословит его Господь добрый плотник вы удивитесь но я сам думал об этом и рассуждал на протяжении тех месяцев ко мне приходили мысли что враг может заблокировать такие живительные воды как ваши ресурсы на ютубе которые еще больше расцветут в будущем поэтому некоторые ролики я скачиваю себе на компьютер если будут массированные запросы на блокировку вашего канала могут и закрыть его теперь я точно знаю дух святой тихо проговаривал в мое сердце и ваше обращение ко мне тому подтверждение поэтому их нужно сохранить среди верных вам и Господу учеников скачивать на жесткие диски файлообменники в облаках хранения которое представляет собой с точки зрения клиента один большой виртуальный сервер верных людей преданных вашему делу благовестия должно быть большое число почему экклесиас 11 отпускай хлеб твой по водам потому что по прошествии многих дней опять найдешь его по подсчетам ерма это предприятие стоит дорого около тысячи евро я думаю ну тысячи это 65-70 тысяч евро это рублей я думаю господь Иегова Ире буду теперь молиться с конкретной просьбой Господу о нашем деле-то спаси Христос дорогой Игнатий Тихонович благодарю вас что вы мне ответили а тот который Владимир это другой уже живу в Ленинграде в городе пережившем блокаду где погибли многие мои близкие поэтому это не Санкт-Петербург просмотрел почти все ваши фильмы в Ютубе ну почти все он не знает сколько это 9300 нет все не просмотреть если по одному часу только смотреть я подсчитал 13 лет надо так что нет заметил одобрил ваше строгое воспитание между мальчиками и девочками что кажется очень правильным и особенно многодетных семьях не могу даже предположить чтобы в вашем лагере Стане мужчина священник возлежал в шортах с девочками в обнимку да еще не совершеннолетнего возраста есть много фотографий в интернете дайте пожалуйста вашу оценку происходящим с Глебом Грозовским прошу только вашего мнения с уважением Владимир ну вот я Владимир уже ответил сказать ничего не могу могу только скорбеть и молиться я был там в тюрьме знаю как это непросто а ему накрутили 14 лет и каждого девочки там которые заплатить по 400 тысяч тут явно дело это мое мнение лично что здесь задействованы еще больше деньги могли быть огромные взятки миллионные потому что два года сидел если бы его оправдали это за все надо было бы оплачивать оплачивать а что судей судей написано полагает беззаконие рук своих на весы псалмопевец Давид говорит Сафония говорит судей как вечерние волки до утра не оставляют кости князья их объявляют войной если ничего кто им в рот не положит мое такое внутреннее чувство что против отца Глеба задействованы были там люди совершенно бессовестные при том жалоба поступила спустя там год два или месяца ну слишком слишком уж все не так не сходится тем более 14 лет на сегодня за убийство больше 7 лет не дают а здесь ничего нету ничего не обнаружено 14 лет и понимаете что это лет это не дней а сколько надо чтобы человек пришел в чувство если первый раз 3 дня хватит по за глаза только чтобы он не знал что 3 дня а 14 лет то тем более эти статьи амнистии то не подлежат да заплатить еще там родственники кто он будет платить но это полностью погублен человек вот в Америке там было что прямо с мальчиками там не только баловались а именно было миллиарды долларов все таки заплатили но ни одного не отдали а тут сразу откажутся вот здесь степаненко выступил и женщины которые в одиночке живут и макрохвостки всякие нажили детей он назвал их на б и все и архиерей сразу ее выкинул это сергианцы стопроцентные а до этого они хвалились отец глеб какой молодой такой красивый такой нормальный вот он играет там футбольный какой-то клуб там или что-то такое и вот он на это вышел на наркозависимых а там государство отпускает деньги ну и вот они ударили по нему а если бы не так ну не было бы нашли другое нашли бы христа обвиняли да обвиняли нашли вину да нашли говорят что в англии решили сделать процесс над христом сегодняшней юриспруденцией и вот так же приговорили к смерти так же самое так что угнали меня будут гнать и вас я не оправдываю я не знаю еще раз не знаю но даже если бы что-то и было не соразмерно а сколько надо дать ему зачем я говорю я же не судья я знаю что это убийство в убийство что это делает притом ничего не доказано не доказано да как как судьи выяснили ну что тут судьи 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 все выносят ни один рта не раскрывал а теперь рассудили Сталина из мавзолея выкинули Хрущева отправили а сколько он тоже был Горбачева предателем иудой везде зовут а что спрашивать то все это временное временное наполеона сослали и Гитлер где-то неизвестно жизнь закончил свою вот какие люди были это они такие и на них что говорили потом оказывается ничего этого не было не было я сам был неоднократно судимый и ничего не было доказано но у меня реабилитирован оплатили вот эти два домика я имею заплатили рассчитаться что изымали у меня в центре центральном районе города Барнаула я судился 11 лет только по одному процессу вернуть то что у меня похитили в 76 году вот так не в 76 в 86 ну на сегодня я думаю хватит отошел и я на самом деле в 76 году в 7,4 у меня как так это